Проспект Дагагарина. Здесь расположено здание начальной 14-й школы. На занятия ребята спешат по ледяной дороге или обледеневшим сугробам. Задача не упасть, стоит и перед детьми, и перед взрослыми. Тротуаров здесь нет. Здесь возникает типичная ситуация с отсутствием тротуаров на участке дороги. В твердом исполнении здесь тротуар отсутствует. Был засыпан в свое время шлак, насыпан просто на грунт. То есть вот такого типа тротуара был сделан школой, чтобы дети как-то добирались. Значит, в принципе тротуары должны быть сделаны по-другому. Иметь твердое хорошее покрытие для обеспечения безопасности движения пешеходов на данном участке дороги. Потому что в данный момент у нас пешеходы двигаются по проезжей части дороги. Данный участок дороги нельзя назвать переполненным транспортом. Движение здесь ограничено. Однако это не гарантирует полную безопасность школьникам. Движение на участке ограничено, знаками движения запрещено. Значит, не распространяются они только на лица, которые обслуживают здания, находящиеся, или проживают в зданиях, находящихся на территории ограниченной знаками. Ну и на несколько других категорий. Но всегда может возникнуть ситуация, когда пешеход и автомобиль не смогут на дороге разъездить. Вот и получается. Нет настоящих тротуаров, неского спросить за их содержание. Тем не менее, на обледеневших сугробах вдоль здания уже появилась народная тропа. Установленные ограждения останавливают далеко не всех школьников. Риск встречи с сосулькой с крыши остается. Мы провели массу инструктажей, в том числе с регистрацией в журнале. Сегодня планерка прошла еще раз учителям. Было об этом сказано. И основная задача – детей отправить по безопасному пути из школы. Но пока снега очень много, причем ее много везде. И придется немножко потерпеть. На крыше снега в пределах нормы, то есть не более 20 сантиметров. Сосульки периодически убираются каждое утро. В этом году мы крышу очищали на этом здании пять раз. Пока нет возможности убрать ее от стен здания, потому что снег смерз, слежался. Трактор приезжал у нас, но забуксовал в начале школы. Поэтому как только немножко растает, снег от школы будет убран. Звонки от взволнованных родителей поступали и в школу, и к нам в редакцию. На мой вопрос, куда обращались со своей проблемой, был получен, к сожалению, типичный для наших граждан ответ. Никуда, потому что бесполезно. Думаю, что в этом году снег – это проблема общая. Необходимо всем жителям города выходить у свои дворы, раскидывать снег. В том числе мы приглашаем всех родителей прийти в свободное от работы время и принять участие в уборке снега. Мы привлекаем старшеклассников, в том числе на уроках технологии, но на самом деле снега очень много здесь. Причем никакой организации здесь не надо. Можно прийти по желанию, со своим инструментом и поработать. Руководство школы не считает, что территория у здания и крыша таят в себе большую угрозу для детей. Что касается обустройства тротуаров, то здесь сами граждане должны обращаться по вопросам их оборудования в администрацию города или прокуратуру.